Дмитрий Маликов Дмитрий Маликов Дмитрий Маликов Дмитрий Маликов Это классно, 10 декабря ты будешь получать свой десятый граммофон в Кремле, как раз за эту песню. Да, спасибо. Тебе спасибо, слушателям спасибо, которые голосовали. Голосовали, поддерживали. У меня очень много и девчонок так радовались, вот моих старых поклонников, поклонниц, которые ждали долго этого события, поэтому 10 декабря обязательно все мы. Да, встретимся. Я забыла тебе задать один вопрос за эфиром. Ну, будем сейчас выяснять это в эфире. Дело в том, что кто мечтает попасть на церемонию, кто сейчас нас смотрит трансляции или слушает по радио, кто мечтает попасть на церемонию, у вас еще есть время сделать прививки и получить QR-код, потому что мероприятие будет проходить в формате ковид-фри. Ну, сейчас, я думаю, что все мероприятия будут проходить в таком формате. Вот у меня интересно, вот зрители, они будут сидеть все такие привитые, а вот на артистов это ковид-фри распространяется. Ты сам привился? Да. Когда? В мае первый укол, в июне второй. То есть, в декабре у тебя как раз, я просто знаю, потому что у меня было в июне и в июле, да, у меня в январе ревакцинация. У тебя в декабре будет ревакцинация. Ну, где-то да, так. Я тебе сейчас по секрету такое расскажу. Ну, расскажи. А если ты мне скажешь, что это можно рассказать всем остальным, то сразу после короткой рекламы и очень классной песни мы с вами поделимся. Вообще, сегодня мы будем говорить с тобой про разницу в возрасте. Да. Между мной и тобой? Между мной и тобой. Дмитрий Маликов сегодня у меня в гостях. Еще раз, Дима, я тебя приветствую. Слушай, ну, мы в первом часе обсуждали с нашими слушателями тему разницы в возрасте. Ты не представляешь, какие сообщения приходили у кого? Разница в возрасте между кем? Между мужем и женой. Там у них разница такие 15, а у кого-то 3. Ну, я спрашивала просто, вот какая для вас идеальна? И люди делились своими историями. Последний вот мужчина звонил, вот он из трех вариантов выбрал 20 лет. Жена на 20 лет моложе. Говорит, самый хороший. Когда ровесница была, даже так весело, классно не было. Слушай, ну, мне нравится, как ты шутишь про возраст. Вот, например, я у тебя нашла в Инстаграм, пробил возрастной ценз. Вчера в Питере выступал на 85-летии одной женщины. Личный рекорд. Она сказала, что тоже выросла на моих песнях. Ну, да. Скажи мне, а самый молодой возрастной ценз? Годик. 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 Да. Да, это хорошо. Кстати, между прочим, у тебя на твоей рекламе очень классную шутку я нашла. Ты написал так. Был на выпускном твоей мамы. Мамки буду и на твоем. Ты сам это придумал? Ну, да. Слушай, да. Потому что уже несколько поколений. Это жизнь придумала. Это не то, что нравится мое творчество мамам и некоторым. Уже детям. Девушкам, да. Детям. Да. Слушай, вот мы со слушателями сегодня обсудили эту разницу в возрасте. У тебя с Леной 7 лет. С женой. Поменьше немножко. Ну, около того, да. Окей, хорошо. Там я месяца не высчитывала. Скажи мне, когда-то это вылезало в каких-то отношениях? Когда-то вот ты чувствовал эту разницу? Да нет. Слушай, мы так давно уже вместе, что срослись. Просто с 92-го года у нас в следующем году будет 30 лет совместной нашей жизни. Да, и вообще у тебя идеальный брак, мне так кажется. По крайней мере, так всем. Да, поэтому разница в возрасте не имеет значения. А имеет значение чувства, эмоции и взаимопонимание и взаимопроникновение. Как бы вот, чтобы было хорошо, комфортно друг с другом. Вот это важно. Это всегда важно. И наши слушатели, кстати, они такие же мудрые. Они тоже сами мне писали. Прекрасные у нас слушатели. Здесь главный. Самый лучший. Благодаря им. Дмитрий Маликов в этом году получает 10-й. Золотой граммофон. Да, золотой граммофон. И, конечно, это будет очень, наверное, грандиозное событие. Я надеюсь, да. Нет, я тоже очень этого жду. Как я уже сказал, для меня большое событие. Одно из самых важных итогов уходящего года непростого. Продолжим сразу после короткой рекламы. Нет, а даже, наверное, песню просто послушаем. Дмитрий Маликов у нас в гостях. Сегодня говорим на тему возраста. У тебя, кстати, разница в возрасте не только с супругой, хотя там небольшая, но у тебя и у детей. У детей внушительная разница в возрасте. Да, у детей разница приличная, да. Я хочу сейчас устроить для тебя отцовский близ. Отеческий. Да. Отцовский близ. Приготовила, готов? Давай. Что самое сложное для тебя в отцовстве? Что самое сложное? Да. Что? Ну, второй ребенок гораздо более волнительно. Больше волнения у меня и тревог вызывает. А что самое приятное? То, что он у меня есть. Хорошо. Три главных отличия сына от дочери. Ну, сын больше всегда ориентируется на папу. Вот. Сын больше любит спорт. И очень любит с папой бороться. Прекрасно. Какое первое слово Марка было? Не, не помню. А у Стеши? И у Стеши не помнишь? Нет, Стеши говорил Вадим Аня. Что это значило? А, нет, Стеши говорил Вадик еще. У нее был кукол Вадик. А Марк так много сразу заговорил, что он сейчас знает слово карбюратор. Там поедем автостопом. Такие вещи он сложные говорит. Цунг-цванг. А, цунг-цванг. Ты его учишь китайскому, да? Нет, я ему учу шахматы. Скажи мне, ребенок в 30 и сейчас. Ключевая разница в чем? Кроме волнения. Ну, да. В гораздо большей заботе и... Больше времени проводишь. Больше времени проводишь. То, что больше ценишь эти минуты, секунды, месяцы, недели, когда он маленький, потому что понимаешь, что это быстро и скоро закончится. Скажи слова какие-то умные, главные, мудрые тем людям, которые считают, что после 40, ну, как-то заводить детей уже поздновато. Любить и рожать детей никогда не поздно. Вот, нет, на самом деле вы себе даже не представляете, насколько это большое счастье. И если вы себе искусственно этого лишаете, то зачем же лишать себя быть счастливым? Вот, просто нужно быть здоровым, нужно заботиться, нужно иметь, конечно же, возможности, в том числе материальные, потому что дети – это не автоматический вопрос с точки зрения, ну, расходной части просто. Поэтому нужно просто иметь ответственность. А если ты имеешь ответственность, то в любом возрасте можно детей рожать и быть счастливым. Классно, и нужно быть здоровым, да, здоровый образ жизни к этому способствует. А сейчас мы поиграем. Хочешь поиграть? В кошки-мышки? Нет. Или в «Тише едешь, дальше будешь», как в игре кальмаров? Нет, я тебе хочу предложить несколько цитат про возраст, чтобы ты продолжил их на свой вкус. Ну, ты наверняка многие из них знаешь, поэтому вот просто на свой вкус ты очень мудрый человек, и мне кажется, это будет очень классно. Ну, давай. Каждая женщина имеет тот возраст… Имеет право-налево. Тот возраст. Каждая женщина имеет тот возраст, и дальше… На который выглядит. Прекрасно, отлично. Коко Шанель сказала, который заслуживает. Ну, мне твоя версия нравится больше. Нельзя доверять женщине, которая не скрывает свой возраст. Такая женщина… Нельзя доверять женщине… Женщине, которая не скрывает свой возраст. Которая не скрывает. Которая не скрывает свой возраст. Такая женщина… Наоборот, нам надо доверять женщине, которая не скрывает свой возраст, потому что она искренняя и будет с тобой искренней. Ой, вот видите, ваш 21 век. А вот Оскар Уальд, наоборот, считал, что такая женщина, которая не скрывает свой возраст, вообще не постесняется сказать все, что хочет. Ну, в принципе, тоже искренне. Да, абсолютно искренне. Что угодно, да. Ладно. Женщина молода до тех пор, пока... Пока у нее молодой любовник. Ну, тоже вариант. Пока ее любят. Возраст человека делится на три стадии. Это наш новый современник сказал. Детство, юность и... Зрелость. Прекрасно. Красивая молодая зрелость. Михаил Задорнов говорил. И, в принципе, то же самое, что ты сказал. И вы отлично выглядите. Когда я пойду на пенсию, то абсолютно ничего не буду делать. Куплю себе кресло-качалку и потом месяцы буду просто сидеть в нем. А потом... Это как Чеха говорил. А вечером дамы. А потом кавалеры, красивая компания. Хорошо. Вкусное вино. Вкусное вино. Ну, Ваина Георгиевна сказала, а потом я начну раскачиваться. Это... Не дай бог так устать, все называется. Ладно, после песни сразу мы вновь вернемся к твоему творчеству, потому что у тебя сейчас новый виток. Да. Дмитрий Маликов сегодня с нами, и я обещала поговорить про творчество, Дим, в таком красивом концертном костюме. Сегодня, ну, в пиджаке. Ну, да, я просто, так сказать, еще у меня съемки были, у нас идет трансляция, я же не мог как-то прийти. Естественно. Ну, и вообще, про концерты хочется поговорить. Я помню, мы с тобой много лет назад, вот первый раз, когда ты делал свою пианоманию, мы это обсуждали. Вот за эти годы, скажи мне, развиваешь ты это направление в классической музыке? Обязательно, конечно, развиваю, и сейчас буквально на концерте, который у меня состоится 26 ноября в Доме музыки, я представлю свой новый альбом, который называется «Парад планет». Я записал новую пластинку с симфоническим оркестром, все очень красиво, это космическая музыка с космическим содержанием, с мыслом и с космическим размахом. Вот приходите 26 ноября в Дом музыки, я целое первое отделение буду играть только вот новую свою музыку. Классно. А второе отделение что будет? А второе отделение буду играть свои известные уже инструментальные песни, пьесы и ряд, так сказать, обработок своих, свое прочтение Чайковского и Рахманинова и Брамса и обязательно что-то спою. Круто. Ну а скажи мне, вот эту пьяноманию, вот как часто вообще-то этот концерт даешь? Ну я стараюсь давать его как минимум раз в год, а когда не было нас в пандемии, два раза в год давал и в общем у меня есть достаточно устойчивая, она конечно не такая большая, как у аудитории, например, песен на русском радио, но тем не менее достаточно устойчивая и благодарная аудитория, которая следит за моим творчеством и в наушниках люди живут с моей музыкой. Это очень важно, потому что музыка, она как панацея, она помогает людям преодолеть сложности, поднимает настроение и даже физически лечит. Это доказано. Это очень доказано, я с тобой абсолютно согласна. Поэтому слушайте мою инструментальную музыку и вы будете здоровы. Да, это гениально. На этой ноте, конечно, хочется сразу идти на рекламу, но я не хочу сразу это делать, потому что я хочу тебя поздравить, у тебя сейчас сразу выходит помимо вот этого альбома еще второй альбом. Да, выходит песенный альбом. Да, песенный альбом, он не такой большой, там всего 8 песен. Значит, это модный формат. Да, да, да. Из этих 8 песен несколько песен уже известно, в частности «Мир без твоей любви», там я сделал ремейк своей старой песни «Если я останусь один», так сказать, «Последний романтик», которая у меня тоже уже песня отзвучала, но тем не менее там будет 4-5 новых совершенно песен, и я надеюсь, что какая-то из них обязательно в следующем году зазвучит на русском радио и также будет бороться за золотой граммофон. Ну что, в следующем, давай уж к Новому году подарок. Постараюсь. Да, сделай нашим слушателям. Ну а теперь сразу после короткой рекламы мы поговорим о твоем новом трибьюте. Послушайте сейчас песню Артура Пирожкова. Да, да, да. Из трибют-альбома «Я тебя знаю» твоего. Да, ты знаешь, это очень тоже отдельный проект, который в этом году у меня получился симпатичным, я очень благодарен всем артистам, которые с радостью взяли какие-то мои песни, старые в основном, и перепели, сделали их по-своему, и мы выступили, так сказать, у меня был, так сказать, целый день на фестивале на летнем, и как-то так получилось, что мне захотелось это как-то увековечить, и я у всех попросил разрешения, можно я это дело выпущу на альбоме, собрал эти песни, все разрешили, и вышел такой-то ребют-альбом, вот, так сказать... Один из артистов приняло участие. Да, да, вот, кстати, мне очень отрадно, что песня «Брачный кортеж» в исполнении Дениса Клявера... У нас здесь, в хорошей, горячей ротации, она звучит в хорошей ротации, и мои поклонницы несколько ревностно, так сказать, так об этом даже мне сообщают, я говорю, да чего вы, это самое, радуетесь, я... Песня продолжает жизнь. Да, песня продолжает жизнь, а для меня важно, чтобы новые песни звучали на... Твои? На мои, конечно же, да. А здесь, чтобы авторские отчисляли. Нет, авторские, слушай, об этом мы даже сейчас и не думаем. Скажи мне, но ты принимал участие в отборе этих 11 артистов? Ну, конечно, я принимал участие, я с ними... Я не производил эти песни, но, тем не менее, вот, например, Филипп Киркоров, он исполнил песню еще-еще очень хорошо, кстати, на мой взгляд, просто замечательно. Он это вот к моему юбилейному концерту сделал, который был в день моего юбилея 50-летия. Артур Пирожков тоже. Потом некоторые ребята позже присоединились. Вот, тот же Денис, там, Нюша замечательно сделала песню «Мама лета». Просто в своей какой-то полуджаз-роковой атмосфере, она, может быть, не совсем коммерчески получилась, но просто, ну, знаете, себя люди очень как бы проявляют, когда они делают вот такой материал. Особенно, ну, когда там делаешь какому-то концерту, ну, как-то там бывает иногда левой ногой. Здесь нет. Здесь все. Брэндон Сторм ради осень сделал. Прекрасно тоже. То есть, я очень доволен, я получил эстетическое удовольствие и подумал, что я все-таки неплохой композитор. Скажи мне, ну, а кто-то исполнил вот прям лучше тебя? Ну, мне трудно сказать. Или все-таки как-то кремлевской звезды. Да, да. Нет, нет, нет. Все исполнили очень хорошо и просто иначе. А лучше всех? Кто тебе больше понравился? Неэтичный вопрос сейчас ты скажешь. Нет, нет, но Филипп здорово сделал. С точки зрения реакции аудитории, вот мои поклонники все очень свибрировали на Киркорова. Он иначе спел, хотя эту же песню замечательно и совсем иначе сделал и Панайотовс. тоже очень хорошо еще-еще глаза в глаза. Вот, так что, ну, приятно, черт возьми. Действительно приятно и вообще приятно, что несмотря на всевозможные пандемические вот эти дела, у тебя столько всего происходит. Боже, сегодня у меня, я не могу тут сосчитать, сколько альбомов вышло за последнее время и концерт. Я тебе хочу пожелать, у нас просто, видишь, уже время, мы прощаемся, но увидимся обязательно на церемонии золотого граммофона. 10 декабря. А если ты захочешь ко мне на концерт, только с Визни, 26 ноября. С удовольствием. На пьяноманию приду. Буду рад. Оркестр симфонический, рояль большой концертный, я в смокинге и шампанское после гарантирую. И прививка у меня уже есть, поэтому меня пустят. Обязательно. Спасибо большое, Дима. До скорой встречи на наших прекрасных музыкальных событиях. С радостью. Люблю Русское радио. Всего вам доброго. А я с вами, друзья, прощаюсь до понедельника, потому что завтра праздник, а сегодня вас развлекает дальше Светлана Казаринова. Пока. Сегодня в 7 вечера. Не пропустите. Вечернее шоу Аллы Довлатовой.